МАЗ-7907 — это яркий представитель советской гигантомании, призванный демонстрировать собой величие и мощь советской державы, заодно и преимущество социалистического строя. Техника уникальна, и аналогов ей нет в целом мире. Машина разрабатывалась под грузоподъемность 220 тонн и должна была весить под установкой 360 тонн. Инженеры применили удлиненную тележку с 12 осями и 24 ведущими колесами. Ничего подобного в мире еще не было. Транспортер длиной более 28 метров и шириной 4,1 метра имел ряд поистине уникальных конструктивных особенностей. Четыре первых и четыре последних оси были управляемые, что обеспечило колоссальному аппарату 27-метровый радиус разворота. От судового двигателя отказались в пользу модифицированного газотурбинного агрегата от танка Т-80Б мощностью 1250 лошадиных сил. Но самое интересное в другом, вырабатываемая им энергией шла не на вращение колес через трансмиссию, а для привода генератора переменного тока. Именно он вырабатывал электричество, питавшее 24 синхронных электромотора переменного тока, по одному на каждое колесо. Испытания минской сороконожки, главной задачей которой была транспортировка ракет стартовой массой свыше 100 тонн, стартовали в сентябре 1986-го и завершились через год. Несложно догадаться, что гигант показал себя идеально. В числе плюсов отмечались отличные эксплуатационные качества, высокая надежность, низкая вибронагруженность и акустические шумы в кабине. МАЗ-7907 был построен в количестве двух экземпляров, но в 2006 году из них собрали один, который ждет реставрации и станет экспонатом заводского музея. Согласитесь, не самая плохая участь для уникальной машины, к счастью так, и не выполнившей боевую задачу.